Ряды защитников задержанного экс-министра здравоохранения Ельжана Бертанова сегодня пополнили депутаты. Они просят отпустить его на свободу и готовы выступить поручителями. Вчера аналогичное обращение опубликовали именитые врачи. Напомню, информацию о задержании Бертанова подтвердили в минувший вторник. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об официальных обвинениях и гражданской защите Ельжана Бертанова расскажет моя коллега Мольдер Абдуалиева. Она сейчас на связи со студией. Мольдер, добрый вечер. Как развиваются события? Приветствую студию. Наблюдая за этим делом, я отметила, что общество разделилось на два лагеря. Одни считают, что в случае подтверждения вины Бертанова он должен понести соответствующее наказание. А другие полагают, что экс-министр невиновен и просят освободить его на время следствия. Сегодня в суд с ходатайством об освобождении Бертанова обратились депутаты Азад Перуашев и Едли Мамадбеков. Вчера же за Бертанова вступился, что называется, свет казахстанской медицины. Известные врачи Юрий Пя, Серег Акшулаков и Вячеслав Лакшин. Они подписали открытое письмо в его поддержку. И народные избранники, и медики выступают поручителями, гарантируя надлежащее поведение обвиняемого, его пребывание в стране и явку в следственный орган. В своем ходатайстве я не касаюсь сути предъявленных ему обвинений. Надеюсь, на справедливое и беспристрастное их рассмотрение судом. Тем не менее, учитывая его человеческие и гражданские качества, считаю, что он может участвовать во всех процессуальных мероприятиях, не будучи изолированным от семьи. Абсолютно уверен, что он не будет скрываться от правосудия. И потому направил в суду такое ходатайство. Первое заявление сделал и адвокат задержанного. Дмитрий Куряченко сообщил, что постановление об аресте обжаловано, а Ильжан Бертанов настроен защитить свое имя. Он настроен бороться против лжи, за истину. Чувствует, что поступили с ним крайне несправедливо. Ильжан Бертанов искренне благодарен и признателен каждому. Он чувствует поддержку людей через холодные и глухие стены, ощущает их тепло и слышит добрые слова. Напомню, арест бывшего руководителя прокомментировали и в Минздраве. Вице-министр Ажар Гениад заявила, что эта информация для ведомства является тяжелой. А следственные мероприятия создали дополнительную нагрузку. К сожалению, конечно, информация для Министерства тяжелая информация. Компетентные органы сейчас занимаются. Я думаю, они разберутся. В целом, дополнительно идет нагрузка на сотрудников Министерства здравоохранения. Конечно, работают следственные органы и с документами, и приглашают наших сотрудников на допросы. Ранее так называемый челлендж в поддержку Бертанова появился и в соцсетях. Пользователи публикуют слоган «Я, мы, Ельжан Бертанов». Напомню, первыми эту акцию запустили россияне в защиту экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как бы то ни было, в нашей стране случаи, когда общество выступает в поддержку задержанного чиновника, несмотря на обвинения в хищении денег, можно назвать беспрецедентным. Будем следить за ходом дела. Студия. Спасибо, коллега.